всем привет что там слышал какой-то странный звук я надеюсь ничего не выскочит тут из леса здесь кстати дикие свиньи частенько бродят так что я пошла назад что хотела рассказать именно по погоде мне просто люди которые очень давно мы уже знакомы давно смотрят пишут которых здесь дома есть спрашивает иногда пишут в личку я расскажу чтоб но если посмотрят посмотрит если не посмотрят опять будет писать дальше спрашивать но я все же расскажу так проще у нас все еще потоп и сейчас из-за сильного ветра и шторма у моря размело облака и это хорошо хотя есть такой мелкий моросит дождик вчера утром было просто просто жесть так несло так мутило крутило гром молнии и это и ночь продолжалась и рано утром никакие зонты не помогают три метра прошел все абсолютно весь до нитки промок потоки ливни все это несет с гор песок грязь камни мы сегодня проезжали центр бребера село но по идее воскресенье сообщение рабочий день форватии опять по закону отменили работу воскресенье но все же суббота и могли бы конечно немного расчистить сам центр хоть сами люди потому что прямо перед магазином вот мы идем подъезжая к самому центру села но это большое огромное село пригород вот если вы так ограда высокая и гора сверху прям через нее потоки текут прям маленькие водопады реальный и так в обильные сильно единственный плюс что ливневки новые расчищенные как бы нет проблем с этим но камень на дороге особенно в центре села остается и там же и празднуют и телевидение снимает всякие там рождественские их забавы и дети тут же и вагончик с детьми как бы я посмотрела на все это ну блин дорогу надо было расчистить там камень знаете как сейчас я спустилась вот как я спускалась сейчас по каменистой дороге вот такая же тема прямо в самом центре значит носила с гор я не представляю как это было ночью или поздно вечером вот глыбы вот такие и песка примут утрамбованы и по целой дороге вниз к домам но это как бы потопы да опять же слишком странно что-то настолько перепады температуры что прям грозовое все это не нормально для зимы такие температуры и такое такие сказать но такого вида осадки как бы дождь хорошо но чтобы с грозой с молниями все-таки скоро новый год сплите измерили самую высокую температуру ну вот за последних там несколько лет 18 половиной градусов по моему было реально тепло одна женщина в комментарии даже написала я говорит по привычке делась тепло ну как бы утром прохладно а вечером говорит мне ощущение что у меня я заболеваю что у меня температура мне душно мне жарко мне плохо она где я проверила ну жарко реально просто ты не ожидаешь что настолько тепло может быть зимой да никто там особо не топит но вот у нас люди топят именно из-за влаги потому что действительно в домах повышенная влажность и сколько это продолжаться будет непонятно вроде бы сказали что у нас будет потепление но не в стиле что будет расти температуры а в плане того что ну дождь перекратится будет более солнечно суши я по крайней мере надеюсь снег но снег у нас в горах здесь сомневаюсь что так прям похолодает чтобы опять хотя бы 24 часа выдержал какой-то снежок косуль очень много было вчера вот этот ливень дождь ужасная погода а они у нас во дворе у них такой как маршрут через наш двор и они лежат под оливковым деревом и отдыхают так интересно и вчера возвращалась от знакомой у нее что-то прям долго засидела и засиделись и чай и прочее и возвращаемся маленькая косуля через дорогу так потихонечку аккуратно переходит у нас кстати вообще реально животных таких много косуль много и чтобы обезопасить их вообще любое животное себя надо всегда очень аккуратно потому что они буквально особенно когда темно рано утром вечером они не переставая переходят дорогу но такая вот тема сейчас по ощущениям как будто но ближе к нулю когда начинает дуть естественно холоднее кажется вроде когда ветер останавливается ну думаешь он градуса 3-4 сейчас будет это как она называется футбольная то это господи матч как сказать все забились в дома 4 часа все сидят ждут все смотрят сегодня хотели со знакомой поехать именно по магазинам от к рождеству разные скидки там уже посуда знаете игрушек этого всего полно ну просто есть вот а для дома красивые вещи сервисы какой-то декор именно как кухон и стильные 23 магазина смотрела огромные скидки вообще на весь товар но вот именно из-за погоды мы решили никуда не выезжать а завтра как я уже сказала воскресенье ничего не работает даже в индустриальной зоне где все магазины хотя бы до двух до трех работали типа балхаус наше вот леснина с мебелью даже мне кажется продуктовые и опять будем привыкать к новому ритму не знаю как будет летом возможно этот закон оставаться вот меняет потом применяют опять отменяет и так 550 раз я уже помогу до 2 назад даже про это рассказывал как задержится это правило или нет не знаю но вот будем теперь внимательнее смотреть каждый раз надо проверять именно по работе отдельных объектов не только воскресенье как бы в субботу даже вышло немного просто на воздух как-то знаете когда все равно много ли мало топишь я не люблю когда закрытые помещения даже проветриваешь мне жарко мне душно и решила нос немного подморозить уже потом по дому дела заканчивать ну короче вот такая вот картинка я надеюсь что все таки солнце выйдет хотела сегодня к морю спуститься кое-какие дела тоже переделать и в итоге но даже если честно мы даже за продуктами не поехали в большой магазин в местный маленький заскочили два маленьких я про них рассказывала там общем то бывают и все дороговато но если скидки то нереально очень хорошие и можно закупиться а здесь они по моему что-то делали или мне кажется тоже без как не бесконечная стройка знаете или огромный кредит и самому вкалывать или это вообще такая история на всю жизнь у нас мне кажется рабочий как и на все во всем свете один хорошие остальных 100 просто сидеть и плакать короче если ты не контролируешь их каждую секунду если ты сам половину работы не делаешь что с мертвой точки ничего не сдвигается а если сдвигается в плохом направлении потом все равно приходится переделывать просто ужас хороших мастеров днем с огнем не найти